Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы дошли до места расположения. Как всегда, традиционно мы показываем, как найти акупунктурную точку Терадин Гуанчунь. Вот, пожалуйста, смотрите внимательно. Я покажу на себе. Здесь много ума не надо. Вот безымянный палец. Около ложа ногтевого безымянного пальца располагается данная точка. Я вам ее показал. Она располагается на правой кисти и на левой кисти. На правом безымянном пальце и на левом безымянном пальце. Данная точка залегает неглубоко. Потому сильный массаж, либо сильное воздействие, либо сильное давление, либо манипуляция сильная с данной точкой Терадин Гуанчунь, я вам не рекомендую. Она залегает буквально 3 мм на глубину, около ногтевого ложа. Потому, если вы думаете, что вы очень сильно нажмете данную акупунктурную точку, вы глубоко ошибаетесь. Чем же массажировать данную акупунктурную точку? Значит, массажа данных акупунктурных точек, которые находятся около ногтевого ложа, я извиняюсь, очень множество. Вот возьмите ручку, обыкновенную ручку. У нее есть хорошо закругленный кончик ручки. Мы можем что? Пожалуйста, массажировать или воздействовать данную точку мягкими нажатиями. Пожалуйста, нажатия не должны быть вот такими. Вот, сказал помассажировать. Нет, нажатия должны быть раз и два и три. И они должны быть что? Ритмичными. С частотой. Всякие всеразличные манипуляции быстрые, потому что нужно нажать, голова там болит или еще что-нибудь, желудок встал или еще что-нибудь, не рекомендую. Почему? Потому что вы не только тонизируете данный меридиан, вы же еще тонизируете все внутренние органы. А у каждого человека, это нормально, у каждого человека, есть уязвимый орган. Если вы слишком сильно протонизируете данную точку, она что? Она слишком сильно протонизирует вам данный меридиан. Вследствие чего это негативно может влиять на человека, у которого, допустим, уязвимое сердце, уязвимый желудок, уязвимая тонкая кишка, уязвимая мочеполовая система. Она сразу же активизируется, и человек почувствует, что вот, ну, было все хорошо, после массажа точки стало худо. Поэтому не надо сильно массажировать данную точку. Вот, пожалуйста, спичка, обыкновенная спичка, я уже говорил об этом. Вот, головка спички серы, она очень благоприятно влияет на, вот, пожалуйста, вы захватываете какой. И, пожалуйста, вы можете массажировать данную точку нажатием. Нажатие более 30 раз не рекомендую. Лучше всего нажатие проводить в утреннее время. В вечернее время, многие задают вопрос, а как же в вечернее время массажировать данную точку? Лучше всего, что против движения энергии массажировать данную точку. Пожалуйста, я вам показал, как ее массажировать. Сделайте 100 раз с этой стороны, с левой, 100 раз с правой стороны. Вот, пожалуйста, в моих руках аппликатор квадратик Ляпко. Вы можете его купить в интернете. Очень рекомендую, хорошая вещь. В случае, если вам надо длительное воздействие на данную точку, пожалуйста, я прикладываю аппликатор на данную точку, и потихонечку нажимаю, не спеша. Понажимал 10 раз, поменял квадрат. То же самое промассажировал, поменял. Промассажировал, поменял. Итак, 50-60 нажатий с различным видоизменением положения данного квадратика. Вам что? Промассажировать данную точку. Вот так вот, простыми массажными движениями, профилактическими движениями в данной точке, вы что? Будете содержать свой меридиан трену обогревателя всегда в тонусе и в норме. Но я все-таки здесь должен сказать вам одно но. Не допускайте воспаления данного меридиана. Почему? Потому что когда меридиан трену обогревателя воспаляется, это очень плохо. Это очень плохо. Его нужно содержать в норме. Если этот меридиан будет в норме, ваше здоровье будет в норме. Спасибо за внимание. Продолжение следует...